Бизнесменов нельзя заключать под стражу, если против них не ведутся активные следственные действия. А бизнес-объединения должны получать право защищать интересы своих членов в суде. Такие заявления сегодня в Амурской области сделал Владимир Путин. Президент находится в регионе с рабочей поездкой и провел совещание на Нижнебурейской ГЭС, где обсуждались инвестиционные программы развития Дальнего Востока. Дальнего Востока Вопрос должен быть отрегулирован. И часто при обращении в суд за продлением представители следствия не предъявляют убедительных доказательств того, что следствие вообще ведётся, что предпринимаются следственные действия. Считаю абсолютно обоснованным, если при отсутствии активных действий по ведению следствия, граждане, находящиеся под арестом, имею в виду предпринимателей, будут от этих арестов, от заключения под стражу освобождены. Это нужно отработать и Верховному суду, и Генеральной прокуратуре. Если потребуется, можно внести изменения в закон. Кроме того, Владимир Путин поручил Минэнергороссии проанализировать причины аварии в энергосети Дальнего Востока. О принятых мерах и способах предотвращения таких происшествий доложить главе правительства Дмитрию Медведеву. Я хотел бы дать слово министру энергетики, новуку Александру Валентиновичу по поводу сбоев, которые здесь произошли недавно в регионе и на юге страны, имею в виду Краснодарский край, который привёл к отключению даже Крыма на какое-то время. Пожалуйста. Было прекращено энергоснабжение потребителей мощностью где-то 1600 мегаватт. Это более 1 миллиона человек, если говорить о населении, ну и плюс там промышленные потребители. Это в Амурской области, в Хабарском крае, в Приморском, Забайкальском крае, Южно-Якутском энергорайоне. Был сфиксирован сбой движений поездов и прекращенный экспорт электроэнергии в Китайскую Народную Республику. В 14.45, то есть через 39 минут, выполнена синхронизация разделившихся частей ОС Востока и начат процесс восстановления энергоснабжения потребителей. Также в результате короткого замыкания работы большегрузной машины, которая задела провода в Кубанской энергосистеме, произошло отключение линии электропередач и срабатывание релейной защиты автоматики, что в свою очередь повлекло также отключение потребителей для сохранения работы энергооборудования и энергосетей. В короткое время, в течение двух-трех часов, потребители были также обеспечены энергоснабжением, и работа энергомоста в Крым восстановлена. Проанализировать это все, доложить и председателю правительства, не только с выявлением причин, но и с предложениями, как вы сейчас сказали, с предложениями мероприятий, которые не допускали бы подобных сбоев. На совещании Владимир Путин обратился к чиновникам, которые работают на Дальнем Востоке и призвал их следовать государственным приоритетам. Исходили из того, что министерства и ведомства при планировании своих мероприятий будут учитывать планы развития Дальнего Востока. И мы не договаривались о том, что министерства и ведомства будут требовать какие-то дополнительные ресурсы. Судя по всему, это пока не очень удается нашим коллегам. Я хочу обратить на это ваше самое пристальное внимание. Вот самое пристальное. Понимаю, что где-то может быть удобнее, комфортнее тратить деньги. Но мы же договорились, что есть приоритеты, которые государство выстраивает. И эти приоритеты говорят о том, где нужнее это делать. Я вот в ближайшее время попрошу проанализировать всё, что происходит в этой области. И хочу вас предупредить. Мы самым внимательным образом посмотрим на результаты этой работы. Самым внимательным образом. Ну а перед совещанием Владимир Путин осмотрел стройку Нижнебурейской ГЭС. Это первая крупная гидроэлектростанция, которую начали возводить после развала Советского Союза. Она будет вырабатывать электричество для южной части Дальнего Востока, в том числе для космодрома Восточный. Владимир Путин принял участие в церемонии пуска трёх новых гидроагрегатов. Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, которая построена в современной России. Первый такой огромный, мощный, я бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна. Это очень современный объект. Современный, потому что здесь учтены, вы знаете, ничего другого, учтены все проблемы, с которыми гидроэнергетика столкнулась в предыдущие годы, в том числе на Союзной Шушинской ГЭС. Здесь всё это проорганизировано, всё это вложено в проект и реализовано. Реализовано с тем, чтобы станция работала эффективно, рейтмично и дала не только никаких проблем, а наоборот, дала возможности для развития региона города Востока. Я вас хочу с вами поздравить. Спасибо вам. Спасибо вам. Успешной работы. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Также Владимир Путин сфотографировался с сотрудниками ГЭС и расписался на памятной доске в честь запуска гидроагрегатов. Спасибо. 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 Ранее глава государства посетил строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода и принял участие в заливке первого фундамента предприятия. ГПЗ возводится в 15 километрах от города Свободный на берегу реки Зея. Амурский газоперерабатывающий завод будет иметь важное значение в технологической цепочке при поставках голубого топлива в Китай по газопроводу силы Сибири. Почти 50 лет в стране подобных проектов не реализовывалось. Но, собственно говоря, такие проекты никогда не реализовывались ни в Советском Союзе, ни в России по такому масштабу, потому что сравнимый по масштабам завод подобного род был построен в Советском Союзе, в Оренбурге. И он объёмом 38 миллиардов в переработке газа, здесь будет 42 миллиарда. И это очень мощный шаг не только в развитии отрасли, но и в развитии всего Дальнего Востока нашей страны. Амурский газоперерабатывающий завод является важным элементом восточной газовой программы. После ввода завода в эксплуатацию объём переработки газа составит 42 миллиарда кубометров газа, и выход товарного газа 38 миллиардов кубометров. Этот завод станет крупнейшим газоперерабатывающим заводом России и вторым по объёмам переработки заводом в мире. Уважаемый Владимир Владимирович, я прошу дать команду на начало укладки бетона первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода. Укладка бетона первого фундамента Амурского газоперерабатывающего завода началась. Поздравляю вас. Также Владимир Путин осмотрел макеты газопровода Силы Сибири и Амурского ГПЗ. На отдельных стендах была представлена информация о сроках и этапах возведения завода, о подготовке инфраструктуры и строительстве комфортного жилого микрорайона для сотрудников. Сейчас к другим темам. Инвалида-колясочника Антона Мамая.